Мы сейчас будем с вами молиться и просить Божьего благословения на предстоящее служение. И я прочитаю 115-й псалом, где записаны к нам такие слова. Псалом Давида. Храни меня, Боже, ибо я на Тебя уповаю. Я сказал Господу, Ты, Господь мой, благо мои Тебе не нужны. К святым, которые на земле, и к дивным Твоим, к ним все желание мое. Пусть умножится скорби у тех, которые текут к Богу чужому, а я не возлию кровавых возлияний их и не помяну имен их устами моими. Господь есть часть наследия моего, и чаши моей Ты держишь жеребий мой. Межи мои прошли по прекрасным местам, и наследие мое приятно для меня. Благословлю Господа, вразумившего меня, даже и ночью учит меня внутренность моя. Всегда видел я пред собою Господа, ибо Он, одесную меня, не поколеблюсь. Оттого возрадовалось сердце мое, и возвеселился язык мой, даже плоть моя, успокоится в уповании. Ибо Ты не оставишь души моей в аде, и не дашь святому Твоему увидеть тление. Ты укажешь мне путь жизни, полнота радости пред лицом Твоим, блаженство в деснице Твоей вовек. И вот когда читаешь слова Давида, то можно так подумать, что ну все у человека всегда в жизни прекрасно. Бог всегда с ним рядом, он к нему обращается, от него помощь получает. Но Слово Божие говорит, что и плоть его успокаивалась, и он получал утешение. А когда человек нуждается в утешении? Когда переживает скорби, когда переживает какие-то, может быть, трудности, даже по плоти трудности, да, что плоть его успокаивалась, или он получал такое облегчение от Бога. Но самое важное, о чем мы здесь можем прочитать и увидеть, что человек в любых обстоятельствах жизни, было ли у него в жизни все хорошо, это был очень известный и волевой, и очень богатый на то время человек. У него много что было, но в то же время этот человек не при скудости своей, не при гонениях на него, не при великой власти, которая была ему дана от Господа, он ни в каком, ни одном, ни в другом времени не забыл Господа. Не забыл то, что ему нужно служить, ему поклоняться, ему обращаться всем сердцем. И мы сейчас также будем обращаться к Господу, чтобы Бог нам даровал свое утешение, подкрепление, благословение и прибыл с нами сегодня в этом служении. Аминь. Будем молиться. Земля потрескалась у ног. Скажи, Господь, я заблудилась, я шла все время на восток, теперь в пустыне очутилась. Песчаный ветер меня гнал. Мне было очень одиноко, песок глазам не разъедал, и не видна была дорога. Полило солнце, не щадя, и все во мне оно сжигало. Прости, Господь, что я тогда твоей любви не замечала. Боясь пораниться опять и надорвать былые раны, я не могла никак понять, что это входит в твои планы. И когда зной меня томил, на мне вся кожа обгорела, и шелухой с моей плоти моя гордыня облетела. И сохли губы без воды, а я тебе псалом шептала о том, как на любом пути твоя любовь меня спасала, о том, что ты, лишь только ты, к источнику меня направишь. Ты мне подашь живой воды, в пустыне этой не оставишь. О том, что я с тобой смогу преодолеть песчаный ветер, что я не уступлю врагу, что я пройду пустыни эти. Я не умру в этих песках, я с верою тогда молилась. Я знаю, я в твоих руках, ты мне подаришь свою милость. Шептала я, как ты с небес протянешь мне святые руки, что ты избавишь наконец, что прекратятся мои муки. Я знаю, ты отец благой, я знаю, это обжигание, тобою посланный огонь, что это путь в твое сияние. И вот услышал ты мой стон, что я так тихо издавала. Ты мне сказал, и я так шел, в пустыне сердце обжигая. Поверь, другого нет пути, чтоб человеку стать мудрее. Он должен этот путь пройти, это последнее крещение. Еще не раз огонь сожжет все то, что для тебя не нужно. Этот огонь еще придет расплавить то, что Богу чуждо. Ну а пока глотни воды и выбирайся из пустыни. Вот на песке мои следы тебе дорогу проложили. Я уверен, буду Богу петь, когда меня Он умер на Христе. Я уверен, в нем могу иметь силу и здоровье полноте. Буду петь вовеки Богу моему, буду говорить я о любви к нему. Я уверен, любит Он меня, а тобой улыбаюсь я. И я уверен, и я уверен, что сердце у меня в Христове живет. И я уверен, и я уверен, теперь на небеса меня возьмет. Я уверен, любит Он меня, и Бога, как Иисус, за жизнь моя. Счастье верит, жизнь всегда с Христов, в небе наш прекрасный вечный дом. Слава за спасенье Богу моему, святую мою радость и полагену. Я уверен, слышит он меня, книжки будущих пусть быть моя. И я уверен, и я уверен, что сердце у меня Христове живет. И я уверен, и я уверен, теперь на небеса меня возьмет. И я уверен, и я уверен, что сердце у меня Христове живет. И я уверен, и я уверен, теперь на небеса меня возьмет. Теперь на небеса меня возьмет. Теперь на небеса меня возьмет. Когда безбрежный рог от океана Бросает словно щепку корабли Неся их вдаль навстречу урагану Я говорю, как славь бессилен сын земли Тогда молитву я творю, я творю И Богу в сердце говорю, я говорю Что человек, что помнишь, Боже, ты его Что человек, что помнишь, Боже, ты его Когда смотрю на путь созвездий млечный На солнце, что бегут из века петь Вокруг мирок, в пространствах бесконечных Я говорю, как ничтожен человек Тогда молитву я творю, я творю И Богу в сердце говорю, я говорю Что человек, что помнишь, Боже, ты его Что человек, что помнишь, Боже, ты его Когда я слышу, что Творец творенья Могущий мир стереть гряди Залет людей в объятии прощения Я мыслю, Боже, мир не стоит влах твоих Тогда молитву я творю, я творю И Богу в сердце говорю, я говорю Что человек, что помнишь, Боже, ты его Что человек, что помнишь, Боже, ты его Когда я слышу, что Бог для счастья Творец послал нам, у Сына своего Я погружаюсь, мы с обожьем дарим Что человек, что помнишь, Боже, ты его Тогда молитву я творю, я творю Тогда молитву я творю, я творю И Богу в сердце говорю, я говорю Что человек, что помнишь, Боже, ты его Что человек, что помнишь, Боже, ты его Вновь руколков исклоняюсь я Слово взываю, очисти меня Вновь прихожу лишь к тебе я с грехом Слово не слышишь, стук в сердце мое Вновь руколков исклоняюсь я Слово взываю, очисти меня Вновь, о Господь, прихожу к тебе Дух ослабел в жительской борьбе Вновь у долгов исклоняюсь я Боже, как мало любил я тебя Сколько ошибок я в нас завершал Сколько сомнений в душе напустал Вновь у долгов исклоняюсь я Боже, как мало любил я тебя Вновь вспоминаю слова твои Не осуждаю предни греши Снова смотрю на долговский крест Вновь принимаю прощения весть Вновь вспоминаю слова твои Не осуждаю предни греши Я приветствую всех Большой привет из Казахстана От моей семьи, от нашей церкви, от народа Божьего Потому что нам во Христе дарованы Очень сильные взаимоскрепляющие связи Когда мы, зная друг друга Уже не просто понаслышке Но знаем лично Где-то молимся друг о друге Где-то посещаем друг друга Передаем привет и помогаем И знаете, каждый раз приезжая сюда Я такое всегда переживаю Приехал как будто к себе домой Слава Господу Братья тоже приезжают к нам Как к себе домой В хорошем смысле этого слова Слава Господу Да, благословит Господь Знаете, сегодня Как и с того дня Когда Господь Каждого из нас Нашел в этом мире Написано о мертвых По преступлениям и грехам нашим Вот с того дня И вот по сегодняшний день Мы каждый являемся свидетелями Его славы, торжества жизни Над смертью Победы над грехом И путь за Христом Он начался в нашей жизни И знаете, и он продолжается До сегодняшнего дня И этот путь можно назвать Путь славный Слава Господу Путь победы Путь благословения Путь восстановления Разрушенных развалин Путь восстановления Искореженных грехом И дьяволом судеб Путь, который Господь От вечности Предусмотрел Каждому из нас Пройти здесь на земле И быть с ним Там в небесах Вечном Царстве И сегодня Здесь это торжество Духа Святого Мы сегодня свидетельствуем И просто константируем Как факт Что вот до этого места Бог свой труд С каждым из нас Не оставил И продолжает Слава Господу И в его перспективе Знаете, это начатое дело В каждом завершить до конца Знаете, я хотел бы Вот немного Вот в этом направлении Засвидетельствовать О любви Иисуса Христа К людям К нам с вами Знаете, на этом месте Еще помолиться Прославить Господа Чтобы сегодня Нам, укрепившись Его благодатью Дальше в этой жизни Жить и совершать Вот то, что Он назначил нам Я прочту Мы сегодня, братья Собираемся здесь на учебу И у нас у всех Одно задание было Я думаю, ну самое свежее надо Именно и читать, значит В проповеди То, что готовил То, что вот именно Это Евангелие от Марка Вторая глава Я прочту С тринадцатого стиха Это абзац И то, что у меня на сердце Скажу и помолимся Господу Написано И вышел Иисус опять к морю И весь народ Пошел к нему И учил Он их Проходя, увидел он Левия Алфеева Сидящего у сбора пошлин И говорит ему Следуй за мною И он встав Последовал за ним И когда Иисус возлежал В доме его Возлежали с ним И ученики его И многие мытари И грешники Ибо много их было И они следовали за ним Книжники и фарисеи Увидев, что он ест С мытарями и грешниками Говорит ученикам его Как это Он ест и пьет С мытарями и грешниками Услышав сие Иисус говорит им Нездоровые имеют Нужду во враче Но больные Я пришел призвать Не праведников Но грешников К покаянию Знаете, читая Новый Завет Читая Евангелие Мы можем Вот везде Для себя Вот делать такой вывод Что Иисус Христос Написано Пришел на эту землю И он Заступился За Падшее человечество За грешников Он заступился И заступился Не только словами Вот Написанных этих книг Евангелий Но И образ жизни его Он соответствовал Его словам И смотрите Я вновь прочту И по порядку Вот эти стихи Сказано Он шел И за ним народ следовал И вот они идут И вот проходя Увидел он Этого Левия Алфеева Сидящего У сбора Пошлин Знаете, кто был Этот Вот Левий Алфеев Кто он был Мытарь Сборщик Налогов В глазах людей Он был Грешник Которого они все время Видели Сидящим на этом месте Ну вот Идет Иисус И в его глазах Это не просто Человек Который Занимается Вот этим Ну занятием Забирает деньги С населения Но он Видел в нем Не Другого человека Он видел в нем Служителя своего Он видел в нем Апостола Он видел в нем Спасенного Он увидел Вот того Именно кто Наследует Царство Небесного В числе Спасенной Церкви Слава Господу Знаете И вот Взгляд Иисуса Христа Он Я понимаю Не меняется И сегодня Знаете Как бы мы Друг друга Не рассматривали Как бы Друг друга Мы не видели Но Как Важно На нас Смотрит Важно то Что нас смотрит Как Господь Как Он Видит тебя И меня Сегодня Сидящего На этом месте Знаете Его взгляд Когда-то Был обращен На нас Живущих Не знающих Его милости И благодати И может быть Мы сами О себе думали Что Ну Ничего хорошего Мы из себя Не представляем Но Иисус Посмотрел на нас Однажды Посмотрел на тебя Посмотрел на меня И в его взгляде Знаете Не было Осуждение Но Он видел нас И видит До сегодняшнего дня Свой народ Свою церковь Слава Господу Он видит нас Тех Кого Он предназначил Быть с собой Там Вечности На небесах Знаете Эти слова Настолько Они Ну Важны Сегодня Для нас Чтобы нам Никогда Не принять Другое мнение Сегодня Можем Друг на друга Смотреть Знаете Иметь Разные Взгляды Выводы Но Иисус Сегодня Видит тебя По-другому Как бы Не приходили мысли В твое сердце И в разум Что ты Ну Не такой уж хороший Да Не дойдешь Не спасешься У тебя ничего не получится И Иисус Сегодня Говорит Мне и тебе Что ты Есть Мой сын Моя дочь Ты есть Моя церковь Возлюбленная Что я Смотрю на тебя И мое мнение О тебе Оно Не поменялось С того времени Как я призвал тебя До сегодняшнего часа Вопреки Даже Твоей характеристике О самом себе Мое мнение Иисус говорит Остается Прежним Остается Непоколебимым Я предназначил тебя Для вечности Знаете И он призвал Этого Левия Вот И дальше И когда Иисус Возлежал в доме Его То есть Он призвал Они шли И каким-то образом Они оказались В его доме Может быть Весь день Подошел к концу И этот левий Говорит Ну пойдемте К нам Вот в дом Знаете И Возлежали с ним Ученики его И многие мытари И грешники Ибо много их было И они следовали За ним Мне вот Интересно Здесь Ну так вот Размышлять Смотреть Вот Именно о том Что написано И ученики его Возлежали с ним Вот я думаю Вот если бы не было Иисуса Осмелились бы Ученики Войти В дом Где Собрались Многие грешники И собрались Многие мытари Многие люди Такие С которыми Было запрещено Общение Я думаю Если бы не Иисус Они бы Никогда Будто не пошли Но им деваться Некуда Идет Иисус В этот дом И они Волей-неволей Вынуждены Тоже Там быть Тоже Там быть И я вижу Что Иисус Показывал Ученикам Своё Отношение К людям Что Нету Преграды Я пришёл В этот дом Пусть там Грешники Пусть мытари Но я пришёл Туда Чтобы Там Дать свою Милость Этим людям И ученики Вот так Может быть Переламывали Своё мнение Своё отношение К окружающим Людям Их К этим Грешникам И мытарям Вопреки Своей культуры Иисус Учил Их Что нужно Любить Грешника Книжники И фарисеи Увидев Что он есть С мытарями И грешниками Говорили ученикам Как это он есть И пьёт С мытарями И грешниками Для них Это тоже Было удивительно Они туда не заходили Они только увидели Как-то Подсмотрели Может в окно Может быть в двери Сидит Иисус Ученики там И как это он Для них это непонятно Есть с мытарями Знаете Спьёт с ним Сидит там Общается Знаете Он был доступен Для них Сегодня Иисус Христос Он доступен Для каждого человека Нету преграды Какая бы Знаете Которая могла бы Отделить человека От спасителя Христос Сегодня Знаете Может войти В любой дом В любое сердце Наполненное Грешниками И мытарями Наполненное Неустройствами Христос Может войти туда Знаете Этот Левианфеев Пригласил Войди в мой дом И пусть там Много непонятного Это греха Или ещё чего-то Но Иисус Вошёл туда И я уверен Что этот дом Больше никогда Не остался прежним Он больше никогда Не остался Тем местом Где мытари и грешники По обыкновению Собирались Знаете И продолжали Свой образ жизни Этот дом Меняется Куда входит Иисус Христос Он доступен Для людей Знаете В другом месте Сказана Характеристика Нашем Господе Что Он Друг Мытарей и грешников Знаете Иисус сегодня Не враг Тебе человек Не враг Никому Он Друг Знаете Друг Не в смысле Что Он разделяет грех Но Его отношение К человеку Знаете Дружеское Не безразличное Написано Друг любит Во всякое время И сегодня Читая это место Думаешь Господи Почему бывает Наше мнение О людях Окружающих нас Почему-то Сформировано Может по-другому Мы смотрим На людей Знаете У меня там Дома есть сосед Боря Думаю Как он Такой вот Несчастный Знаете А Иисус Другого мнения Знаете Христос Вступился За этих мытарей За этих грешников Потому что Он есть Бог Он учил Учеников своих Смотреть Другим взглядом На этих людей Ученики бы Никогда бы Знаете Не пошли бы туда Им деваться некуда И Иисус говорит Вот так Я люблю Знаете И Вы ничем Он говорит Не отличаетесь От них В моих глазах Вы такие же люди Которые нуждаетесь В спасении И вот Книжники И фарисеи Подглядев За этой ситуацией Говорят Ну как он Вот Ест там С мытарями И грешниками Услышав все Иисус говорит Им Нездоровые Имеют нужду Во враче Но больные Я пришел Призвать Неправедников Но грешников К покаянию Знаете Очень Такие Сильные слова Для меня Знаете Я вижу Что Иисус В этой ситуации Когда он Видит Что подвергается Критике Вот Его общение Вот с этими людьми Он встает На защиту Этих людей Он встает На защиту Он ступается За этих людей Перед лицом Этих Парисеев Перед лицом Этого Народа Который Не понимал Что там происходит Он вступается И говорит Я пришел Как врач К больному человеку Призвать К покаянию Дать Исцеление Сегодня Господь Он остался Прежним Господом И он на этом месте Такой же Бог И пусть Может Кто-то Тебя и меня Сегодня осуждает И говорит Да ты Плохой Да ты Никчемный И несчастный Знай И Иисус На этом месте Сегодня Вступается За тебя Слава Господу Он за нас Написано Кто против нас Пусть Сегодня Враг Восстает Тьма Дьявол Хоть что Грех И говорит Ничего не получится Все кончится Не достигнешь Не дойдешь Иисус Стал на твою защиту Он сегодня Тот же Бог Он оправдывает Тебя Здесь Сегодня Он оправдывает Чтобы вновь Напомнить тебе Кем он Видит тебя И меня В числе Народа своего Возлюбленного В числе Спасенных Детей Своих И вот так Иисус Этим фрагментом Писания Показал Насколько Он Пришел Придя на эту землю Не только словами Сказал Я люблю вас Люди Но он 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 Подтверждал Это Слово Своё Написано Он Сегодня Тот же Бог Если бы Он Изменился В своем Естестве Хоть немного Наверное Многих Из нас Сегодня Не было бы Здесь Но то Что он Тот же Бог Это дает нам Сегодня Право И дерзновение На этом месте Какие мы Есть Но сказать Господь Мы Благодарим Тебя Что мы Не к людям Пришли Но к тебе Пришли Что Не кто-то За нас Заплатил Цену Но ты За нас Заплатил Цену Крови Своей Пролитой На кресте Что ты Духом Святым Сегодня Кропотливо Трудишься Над моим Сердцем Ведешь Меня В небо Путем Славы Путем Победы Преображая Меня В свой Образ И пусть Не будет Места Сегодня Сомнению Недоверию Неверию Но наоборот Сердца Наши Наполнятся Верой И вот В молитве Мы Давайте Эти слова Благодарности Скажем Господу Нашему Аминь Помолимся Господи Отщипнули Вечности Кусочек Отломили Ручку У кувшина Дали мне Живой воды Глоточек На глазах Отца Распяли Сына Мое сердце Стук Гвоздей Впитало Разрывали Стоны Мои Уши На Голгофе Господа Распяли Чтоб Спасти Мою Живую Душу Мое Сердце Стук Гвоздей Впитало Разрывали Стоны Мои Уши На Голгофе Молился И летал Во тьме Мой Мотылечек Но к тебе Господь Я Прилепился Твоя Твоя Жизнь Господь Дороже Рая Драгоценность Это Не Алмазы Не страшна Мне будет Смерть Вторая Ты Ты Меня Не Оставлял Ни Разу Твоя Жизнь Господь Дороже Рая Драгоценность Это Не Алмазы Не Страшна Мне Будет Смерть Вторая Ты Меня Не Оставлял Ни Разу Я В Твоих Руках Надежно Спрятан Нет Надежней Во Вселенной Место Будем Мы В Тебе Господь Встречаться Ведь Любовь Из Нас Замесит Тесто Чтобы Каждый Был Тобой Наполнен Чтоб Никто Забытым Не Остался Чтобы Весь Закон Твой Был Исполнен Ну А я Любовью Оправдался Запоет Душа При нашей Встрече Ведь Любовь Приходит К нам От Бога Я Креститель Был Притечный Ну А мы Невеста У порога Так Бывает Порою На Хороших Людей Кто-то Скажет Плохое И Разлучат Друзей Гибнут Нежные Чувства Остывает Любовь От Чьих Так Коварных И Завистливых Слов И Внут Нежные Чувства Остывает Любовь От Чьих Так Коварных И Завистливых Слов Крикнуть Хочется Людям Чтоб Услышал Весь Свет Осторожность Любовью Ведь Возврата К Ней Нет В Мире Горя Довольно Берегите Любовь От Жестоких Ударов И Завистливых Слов В Мире Горя Довольно Берегите Любовь От Жестоких Ударов И Завистливых Слов Берегите 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 Слава Богу! Даст тебе полноту Так любите же нежно Подражая Христу Он в любви бесконечной Даст тебе полноту О счастье люди много говорят Стихи поэты пишут вдохновенье Но умирают счастья не найдя Напрасны остаются все стремления Иди скорее к доброму Христу Он ждет тебя спасти от зла Желает Все счастье в Боге, друг, имей в виду В нем в жизни смысл и ценность неземная А счастье рядом было каждый раз Когда звучал спасение Божий голос Но постоянно, только не сейчас Ты отвечал на зов любви упорно Иди скорее к доброму Христу Он ждет тебя спасти от зла Желает Все счастье в Боге, друг, имей в виду В нем в жизни смысл и ценность неземная Желает в сердце он войти твое Навек чтоб жизнь чудесно изменилась С души тот час исчезнет тяжкий гнет Когда познаешь Иисуса милость Иди скорее к доброму Христу Он ждет тебя спасти от зла Желает все счастье в Боге, друг, имей в виду В нем в жизни смысл и ценность неземная Субтитры создавал DimaTorzok Чрезмерти места нет забота Там удивительная жизнь Там удивительная жизнь Там удивительная жизнь Субтитры создавал DimaTorzok Там свобода, там сердца нет, луга, сволчей Слезверным местом нет, забота, там удивительная жизнь Там удивительная жизнь, там удивительная жизнь А если в сердце зависть, ссоры, печаль, мирская суета А с ближним жгучие раздоры, там нет свободы, нет Христа Там нет свободы, нет Христа Где Дух Господень, там свобода, там сердца нет, луга, сволчей Чрезмерным местом нет, забота, там удивительная жизнь Там удивительная жизнь, там удивительная жизнь Где Дух Господень, там свобода, там нет обиды горьких слез Там нет бесчитного господства, где царствует Иисус Христос Там царствует Иисус Христос Где Дух Господень, там свобода, там сердца нет, луга, сволчей Чрезмерным местом нет, забота, там удивительная жизнь Там удивительная жизнь, там удивительная жизнь Я читаю от Матфея 16 глава с 24 и 25 стихов Тогда Иисус сказал ученикам Своим Если кто хочет идти за Мною, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за Мною Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее А кто потеряет душу свою ради Меня, тот обретет ее И еще я зачитаю параллельное место, это уже от Луки написано, 14, 27 И кто не несет креста своего и идет за Мною, не может быть Моим учеником Я хотел бы сказать сейчас о своем кресте Иисус говорит, да, возьми крест свой и следуй за Мною Вот кто хочет идти за Богом, Слово Божие не как-то не двухсмысленно, да, как уже я читал А категорично, да, ультиматично может быть заявляет Вот если ты хочешь идти за Богом, да, то ты должен взять крест свой и следовать за Ним И второе место от Луки, оно подчеркивает, что оказывается И кто не несет креста своего и идет за Мною Оказывается, можно идти за Христом, не беря своего креста И такое даже может быть, да И вот мне хотелось бы сказать, что это является самообманом Если я не беру свой крест, который Богом для меня предназначен И иду за Христом, то это просто я сам себя обманываю Я могу служение посещать, могу там, не знаю, служить Богу, проповедовать Там читать Библию, и все это нужно делать И Слово Божие нас этому учит Но если я не беру своего креста, то тогда я зря следую за Христом И знаете, что такое крест? Вот мы обычно, я так всегда думаю, это правильно отчасти Что такое крест? Ну это та судьба, может быть, да, например, живет, ну, веровала там женщина, да, у нее муж неверующий И вот она с неверующим мужем несет крест Или там родился ребенок у кого-то инвалид, да, это как крест То есть те обстоятельства, в которые независимо от нас Бог нас помещает Бывает, правда, когда мы сеем вплоть, потом пожинаем, но это не крест Это наша заработная плата Мы посеяли вплоть, пожинаем от этого какие-то проблемы, от грехов наших, да Это не есть крест А вот действительно, когда от каких-то, может быть, не от нас зависящих обстоятельств Так вот Богом, вот так уготовано, да, для человека У него какие-то такие в жизни переживания Это мы называем крестом И правильно, но я хочу немножко другую грань оттенить Что такое крест? Крест, крест, это орудие, на котором, мой крест, на котором я должен распять свою плоть И апостол Павел, я читаю, он говорит, именно об этом я хотел бы сейчас сказать Хотя я того тоже не отрицаю, что тоже в жизни бывает крест, когда мы несем что-то неудобное такое носимое Я читаю Галатом, Павел пишет, 2 глава, 19-20 стихи Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога Я сораспялся Христу, и уже не я живу, а живет во мне Христос А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божьего, возлюбившего меня и предавшего себя за меня В другом месте Павел говорит, я каждый день умираю Это он тоже говорит о своем кресте Это он умирает, это не кто-то там, сосед умирает, да Я не беру чей-то, не должен свой крест взять и следовать за Христом В другом месте еще Павел говорит Галатам, 5-24 Там такие слова есть Те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями Вопрос, чью плоть распяли? Свою, а не соседа, да, распяли плоть Мы порой за кого-то там распинаем, да вот он такой секует, ему надо там то и то оставить А здесь написано Те, которые Христовы, распяли плоть, свою плоть А что такое моя плоть? Что я должен распять-то? Немножко, да, этот вопрос Смотрите, я сейчас читаю, это написано Колоссяном, 3-я глава, 5-й стих, 1-й зачитаю Смотрите, земные члены наши, земные члены наши Это именно вот есть эти страсти и похоти Здесь написано, умертвите земные члены То есть мы должны распять вот это вот, умертвить на кресте, на своем кресте Который нам Бог дает, да, право пользоваться им Все свое вот это вот Павел говорит, если я делаю то, чего не хочу, делаю Уже, говорит, не я делаю то, а живущий во мне грех Вот живущий во мне грех, вот это и есть то, что я должен распять на кресте Страсти, похоти, и дальше земные члены, блудни, чистоту, страсть, злую, похоти, и так далее, и так далее То есть грех, живущий во мне, свою греховную природу Это, как я уже читал, да, человек, который брал на себя крест, он уже умирал И мы должны для этого умереть Другого варианта у нас просто нет, чтобы воскреснуть, да, нужно умереть А иначе ты будешь живой, не воскреснешь, раз ты не умрешь А от чего зависит, ну, величина там, да, или какой мой этот крест Я так думаю, от разных факторов, и мы все понимаем Мы все с вами разные, мы все с вами индивидуальные У нас разная мера веры, разная там стартовая позиция, кто Богу пришел, когда Кто-то с детства в верующей семье родился И я, знаете, так вот меня смутное сомнение все чаще гложет Что те, кто в верующих семьях родился, у них крест ничуть не меньше А то порой еще бывает, ну, просто мне даже трудно представить, какая там борьба может происходить Да, она не такая может быть там, вот, но это тоже же, да, и у каждого свой крест Своя мера веры, своя мера благодати, там, не знаю, своя судьба какая-то Богом, да, свое там здоровье Богом данное И так далее, и от этого всего зависит, какой мне нужно взять мой, свой крест, а не чей это крест, да И поэтому мы не можем измерить, он у него легче, там, сравнивать, да, у него тяжелее, там, у всех по-разному Знаете, у меня был такой один случай, я когда в КПЗ Молчанова сидел, и мне грозило так, ну, максимум года три За наркотики там, и со мной сидел один человек, такой с бородой, его так и звали Бородового Вот, и ему дали 11 лет, он заходит такой радостный, я у него смотрю, думаю, ничего себе Вот, а он говорит, слушай, думалось, что дадут лет 15, а дали 11, и радостный Я думаю, мне бы 11, я бы тут бы и помер бы просто, сразу бы даже, я не знаю там чего, да Вот каждому свой, вот каждому, и мы не можем сравнить, что мне легче, ему тяжелее Мы не можем войти в другого, взять его крест на себя и померить, нет У нас есть одна планка, это крест Иисуса Христа, для нас это есть сила Божия И Бог нам предлагает от своей этой голговской победы, да, ту силу, чтобы мы распинали свои, эти вот, члены Своей страсти и похоти, да, и мы должны взять крест Если мы хотим идти за Богом, если мы решили за Ним идти, да, то мы можем идти без креста Тогда это самообман и большая самая глупость Сохрани нас от этого Господь И сейчас еще немножечко, да, как бы я на это уделю внимание Вот замечали? Ну, у меня так бывает, да, я думаю, не только у меня бывает Вот, у всех, наверное, так бывает Когда живешь, живешь, вот, верующий, живешь, есть какие-то у тебя черты характера Какие-то такие моменты в твоей жизни, и, в принципе, ты знаешь, это слабые твои места И как-то, ну, ничего, живешь с ними, ну, как-то где-то там пошел исповедовался Где-то там, да, как-то рассказал об этом, легче стало, еще живешь Раз, опять согрешил, ну, опять, и как-то, и так вот как-то надлится И ничего вроде, да, и благодать чувствую, что Бог с тобою Но наступает такой момент, да, какая-то вот ситуация Или какой-то такой этап в жизни, ступенька какая-то, что все Вот дальше, если ты это не оставишь Вот если с этим как-то прямо коренным образом не распрощаешься Все, нету ни роста, ни пути, ни радости, там, ни благодати Ничего не ощущаешь, да, как будто тебя Бог оставил И вот жил-жил вроде, ну, жил же вчера так Ну, жил год назад так, ну, ничего же страшного, да Но приходит время, и Бог говорит, что все, нужно для этого сораспяться, умереть Сораспяться, до каких пор сораспяться? Пока не умрешь, потому что когда умрешь, тебе уже не нужно будет там страдать Да, ты умер для этого, все Но до того момента, пока ты еще для этого не умер Нужно, нужно терпеть эту боль Нужно не сойти с креста, нужно идти, нужно во свет идти Нужно каяться, нужно просить Бога, нужно страдать, да Но нужно, Христос, когда висел, он не был мертвым, когда он был живой Когда его сняли с креста, уже пронзили его еще копьем, да Да, он был мертвый, но ему тогда уже было без разницы Воткнули в него копье, там не воткнули Он уже умер для греха В том смысле, он не был грешником Что уже грех, дьявол, не могли к нему прикоснуться Сейчас тем более Христос, одесной отца Вот и в нашем случае мы должны взять крест И когда такая ситуация в нашей жизни, она, ну, приходит в нашу жизнь По воле Божией, мы должны в этой ситуации взять крест свой И умереть для этого Это моя борьба, никуда я от этого не денусь И тут вопрос такой, я читал, кто хочет идти Вот я замечаю, я замечаю Что вот порою у меня это и бывает Потому что я люблю грех И не совсем-то хочу его оставить Вот в чем вся проблема Тут из центра один человек ушел Ну, он был, мой приятель еще в мире был Раньше мы с ним худые дела делали И вот он как-то мне звонит, ну, не так давно И говорит, слушай, Саня, я, говорит, понял Прямо откровение получил Почему, ну, у меня подобных, как я, не получается в центре Вот мы идем, идем, и потом раз нас сносит Я говорю, ну, и что за откровение такое получил-то? Он говорит, да просто, говорит, когда я люблю какой-то грех Ну, например, курение, да, вот у него проблема там курения все было Ну, там еще, конечно, много чего И говорит, просто я, когда исповедуюсь, вот я лукавлю Я до конца это не открываю Просто вот когда я исповедуюсь, просто где-то я оставляю для себя какую-то лазеечку Не умираю для этого, не беру своего креста Это я уже говорю этими словами Он мне просто так в простоте, да, что я лукавлю, не открываю И меня рано или поздно уносит Я думаю, ничего себе, говорю, откровение, да Так об этом всегда и говорят Но ловлю себя на мысли, что я в этот момент тоже для себя откровение-то получаю Что я точно такой же, что я точно такой же Знаете, ко мне липло, вот все Вот что только запретное было Вот я не знаю, какой человек такой был Только там какие-то новые там вещества Там узнал я, что там от них бывает что-то интересное, да Все, надо попробовать Что-то такой, какой-то грешочек, все ко мне Вот просто какое-то у меня как притягивало к себе, да Вот И знаете, и мое удивление, что сейчас, идя за Богом Моя ветхая природа, она-то не меняется С ней нельзя какие-то, как-то договориться Она только, все, только поработить можно Или умертвить на кресте По-другому нельзя Я такой же остался Такой же похотливый Такой же на все Посмотреть, куда-нибудь что-нибудь еще сделать О чем-то подумать Куда-то пойти Все это Моя ветхая природа, она не меняется Ее только можно убить А убить где? На кресте Голговском Не вот это вот Из кости, да И плоти, что состоит Из костей и плоти А вот именно о чем я читал Земные члены Это что? Нечистота, страсти, похоти, блуд и так далее, и так далее И для этого нам с вами дан крест свой Наш крест И мы должны его брать и нести А иначе мы просто не войдем И еще немножко В завершение Так бы на этом оставить Было бы как-то нелогично Какой выход из этого положения Обычно, знаете, так Правильно, наверное, проповедовать И за лучшее так проповедовать И так и братья учат Что когда говоришь проповедь Говори лучше о том Что ты познал Что тебе Ну что ты, как сказать, пережил Что ты на личном опыте Вот Но я заметил за собой И все чаще замечаю Что если мне так проповедовать То вообще-то нельзя проповедовать Потому что Куда ни коснись Если раньше я думал Где-то победа есть То смотришь Просто я в обольщении был Пришла какая-то новая Чуть-чуть побольше испытания Все Не устоял Поэтому я уже Говорю искренне Как есть Но понимая Что для Бога важно Что Господь не именит греха В чем духе нет лукавства Идти во свет Продолжать эту борьбу И слава Господу Как сегодня Дима говорил Что даже если мы о себе Плохого мнения Бог все равно нас любит И все равно мы его дети И слава за это Господу Я читаю к евреям Написано Вторая глава Девятым стихом Но видим Что за претерпение смерти Увенчан славою И честью Иисус Который немного был унижен Пред ангелами Дабы ему По благодати Божией Вкусить смерть за всех Обращаю наше внимание Здесь написано Что Дабы ему То есть Иисусу Христу По благодати Божией Вкусить смерть за всех Странная благодать По благодати Божией Вкусить смерть за всех Но это не благодать странная А это Наше с вами Какое-то испорченное Понимание странное Что мы Грешники Грешим И сейчас порой продолжаем Да Ну я про себя По крайней мере говорю И думаем Что Странно Да Как-то вот так вот Так это Не благодать Божия странная И не Бог странный Это мы с вами странные За наши Странности Иисус умер на Голговском кресте Не посчитал это странным Да А это любовь Божия Так проявилась Вот И слава за это Господу Да И это благодать не странно И нам нужно По благодати Божией Тоже вкусить смерть Через свой крест В своих каких-то вопросах Тоже для чего-то Нам нужно с вами умирать И вот ключевое слово По благодати Сами мы не сможем На примере Христа Это видно было Да Помните его борьбу В гексимании Как его плоть не хотела И наша тоже Не хочет Как это никогда не будет так Что у меня такое Вдохновение Благодать Да Я такой По вдохновению Раз и умираю Для чего-то Да не может такого быть Да Не может такого быть Чтобы умирать Ну так вот По благодати В нашем понимании Благодать Да Это радость какая-то Эмоции положительные Нет По благодати Это он имел от Бога Способность Это он смог решить Не моя воля А твоя да будет И пошел на крест И не сошел с креста До тех пор Пока не умер А потом он просто воскрес Слава Господу И мы по благодати Божией Если Бог нам даст Такой благодати Мы тоже сможем это Мы порой многое Усложняем в нашей жизни А многое как бы Упрощаем Упрощаем Когда мы знаете Да ладно Ничего страшного Там покаюсь Согрешу Покаюсь Упрощаем А усложняем Когда можно В любое время В любом состоянии Прийти к Богу Покаяться пред Ним Открыть свое сердце Да И всегда верить Что Бог слышит Слава Господу Мне хотелось бы молиться Сейчас в этой молитве О том Чтобы Бог дал нам Эту благодать Вот как Христос По благодати Нес свой крест Чтобы мы так же От Бога Имели способность И благодать Нести с каждой Свой крест Несмотря на другой крест А он что Помните Как Петр спросил А он что Про ученика Про Иоанна Да А он говорит А что тебе до того-то До него Ты иди за мною Взял свой крест Иди за мною У тебя свой путь У каждого из нас Свой путь Разная мера веры По разному К Богу пришли Кто-то в семье верующих Кто-то может Первый раз сегодня Пришел для него Взять крест Это просто сегодня Сказать Господи прости Выйти Да Предсемь и скажешь Это же стыдно Это же никогда не будет Так вот На крыльях лететь Да Ну бывает правда Бог чудеса такие делает Рассказывает Вышел и не заметил Как Да уже идет обратно человек И уже говорит Все Рюкзак с грехами Остался там Давайте мы Бога поблагодарим За его крест За крест старый И поймем Что новый крест Нам не попутчик Взять новый крест Это значит Не взять свой крест И Идти за Христом Это не вариант Нужно захотеть Нужно взять Нужно согласиться с этим Слава Господу Будем молиться Наполни Божье сердце Пустоту собой Своей святою кровью Мне его омой Зажги огонь любви Любви моей к тебе И возврати меня Мой Бог к себе Я так устал И силы нет идти Хочу не сбиться С твоего пути Мне тяжело От пустоты такой Наполни Божье Пустоту собой Во мне теплится нежность И любовь к тебе Но лишь теплится только В небольшом огне Желание есть одно Но силы Веры нет Не дай нарушить Твой святой завет Я так устал И силы нет идти Хочу не сбиться С твоего пути Мне тяжело От пустоты такой Наполни Божье Пустоту собой С надеждою Молю я Не покинь меня Зажги мою лучину Пламенем огня Я каждый день Все жду Когда придет ответ Ведь в моей жизни Ты надежды свет Я так устал И силы нет идти Хочу не сбиться С твоего пути Мне тяжело От пустоты такой Наполни Божье Пустоту собой Я так устал И силы нет идти Хочу не сбиться Отец Отец Тебе молюсь Тихонько Стаю побитый Сатаной Каснись меня Отец Легонько И исцели Мой дух больной Ты научи Меня смиряться Терпеть терпением Христа От мира страсти Отдаляться Направь К подножию Креста Отец Возьми Меня за руки Веди Меня По жизни Сей Хочу Забыть Былые Муки Хочу Быть Чудачку Сильней Хочу Любить Я Ближних Божьих Как Ты Господь Нас Возлюбил О Как Я был Мой Бог Ничтожен Теперь Прошу Чтоб Ты Простил Отец Прости Мои Проступки Всю Ложь Что я Сказать Посмел Прошу Тебя Как Тот Преступник Что Рядом Со Христом Висел Прости Колени Я Склоняю В Твоих Руках Судьба Моя Всю Жизнь Свою Тебе Уверяю Да Будет Воля Лишь Твоя Твоя Лишь Твоя Тебя Тебя Светом Окраш Город Вечной Любви Город Вечности Нашей Там На славе Нетленной Наш Господь Избавитель Ждет Искупленных Верных Ждет Святой Свой Дорог Иерусалим Священный Город Иерусалим Шалом Иерусалим Мой Вечный Дом Ни старты Ни Моват Ты Просто Вечный Грав Иерусалим Иерусалим Священный Город Иерусалим Шалом Иерусалим Мой Вечный Дом Ни старты Ни Моват Ты Просто Вечный Грав Иерусалим Иерусалим И Когда Наконец Прочь Уйдут Все Страдания Вечный Славы Иерусалим Иерусалим Мы получим Желанный Звездам Больше Не будет И печали Отступят Смерти Больше Не будет Никогда Иерусалим Священный Город Иерусалим Шалом Иерусалим Мой Вечный Дом Ни старты Ни моват Ты Просто Вечный Грав Иерусалим 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 Священный Город Иерусалим Шалом Иерусалим Мой Вечный Дом Ни старты Ни моват Ты Просто Вечный Грод Иерусалим 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 Течет ли жизнь Мирно Подобно Реке Не Суслина Грозных Волна Во Вся Грозных 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 Здесь Много Подbraял Грозных Субтитры создавал DimaTorzok Господь Твоего я пришествия жду, принять мою душу гряди. Я знаю тогда, лишь я сердцу найду, покой у тебя на груди. Ты со мной, да Господь. Ты со мной, ты со мной, да Господь. Ты со мной. По сути, после такого пения можно сразу молиться, правда? Слава Господу, что с нами Господь. Слава Господу, что однажды Он оставил свое место пребывания и пришел на землю, воплотился, чтобы быть с нами, друзья мои. И чтобы мы в свое время были с Ним. И сегодня мы пели такой псалом. Жизнь для Иисуса грех победить, крест поношения бодро носить, сносить, кончив путь жизни, чтобы в вечной отчизне славой бессмертия венчанным быть. Я думаю, что здесь собрались именно те, кто желает быть венчанным венцом бессмертия, которое Иисус Христос принес через голгофские страдания и через воскресенье. Слава Иисусу! Стоит смиряться, стоит бороться, стоит за это жизнь всю отдать, чтобы быть венчанным славой бессмертия. Слава Господу! И сегодня мы на этом месте, и сегодня мы можем быть в присутствии Божьем, и сегодня мы можем преображаться. И мы преображаемся, если, конечно, мы со своей стороны стремимся, нуждаемся, предлагаем старания, молимся друзьям. И сегодня первый брат говорил о том, что Иисус, Он есть лучший друг. И Он говорил о качествах, которые присущи другу, это не оставит быть, Он верный, да? Это поймет, это поймет, это пожалеет, пожалеет. И написано, Иисус, это есть лучший друг. И, наверное, в какой-то степени мы с вами все это пережили, испытали на себе. Но вы знаете, Иисус ведь сказал еще о другом. Вы, друзья мои, если... Если что? Если слушаете и исполняете заповеди Мои. Он-то друг, а мы друзья его или нет? Ведь, согласитесь, если один человек к тебе сидит всегда навстречу, и хочет, чтобы пожилая встретиться, а второй от него убегает. Это можно бегать всю жизнь. А друг всегда рад видеть. И если люди рады видеть друг друга, они сдруживаются. Они сдруживаются. Они друзья. Но если один желает мира всегда, а второй всегда убежит, то друзьями их не назовешь. Иисус сказал, вы, друзья мои, если исполняете то, что говорю вам я. И второй брат говорил нам о кресте. О кресте. И он говорил о том, что каждый из нас должен нести свой крест. Нести свой крест. И это очень важно. Об этом говорит Священное Писание. И, наверное, оттолкнувшись о том, что говорил второй брат, потому что в каких-то моментах моя проповедь будет перекликаться. Или так по сути своей она очень близка. Очень близка. Я начну свое слово с Месочного Писания. Это 37-й Псалом, 10-я глава. «Господи, пред Тобой все желания мои и воздыхание мое не сокрыто от Тебя». И первое, о чем говорит Псалопеис Давид, или о двух вещах в этом стихе, о котором он говорит, это о желании и о воздыхании. Вот сегодня я хотел бы немножко об этом и поговорить. О желании и воздыхании. Желание – это внутреннее стремление к осуществлению чего-нибудь, чего-либо. И воздыхание – это сетование и жалоба, сожаление. Ну, если говорить о желании, у нас с вами много очень желаний. Мы хотим что-то в физической жизни, чего-то достичь, построить свои дома, устроить свои семьи, судьбы. Кто-то желает получить какое-то образование, достичь какого-то уровня образования, познаний. И у человека есть желание, он стремится к этим желаниям. Кто-то желает себя реализовать в духовном поприще, трудиться евангелистом, миссионером, учителем воскресной школы, петь в хоре, быть левитом и так далее, у человека есть желание. И он в этом стремится, он прилагает старания, на это уходит время и так далее, и так далее. То есть какие-то желания разные у нас могут быть в жизни, духовные желания, или наши физические желания, ну, они у нас всегда есть. Кто-то желает быть всегда здоровым, и поэтому всегда следит, сколько он кушает, как он бегает или шевелится там, и чем он занимается, зарядку делает. У него такое желание быть всегда здоровым, живым, вот таким бодрым, как наш брат Вадим. А кто-то на это смотрит проще, проще, ну, как есть, так и есть, как проживу, так и проживу. То есть у каждого у нас есть свои желания, которые мы реализуем, и мы желаем, чтобы они реализовались, и мы об этом просим, конечно, Бога, и об этом Давид говорит, что все мои желания, они пред тобой. Это говорится о том, что Бог видит, Бог видит, знает, и говорится о том, что Давид всегда приносит свои желания, и как в Писании написано, он желания боящийся исполняет, и мы свои желания должны приносить Богу. То есть потому что не всем желанием должно осуществиться, или не все желания осуществляются, правда? Можно только на середине чего-то достичь, или отчасти чего-то достичь, но не достичь полноте, что мы хотели. Поэтому мы понимаем, что есть вещи, которые определяет Бог в нашей судьбе, в нашей жизни. Бог определяет. То есть последнее слово за Богом. Но я хотел бы говорить сегодня о втором, или более поговорить о втором слове, или значении. Втором слове это говорит о воздыхании. О воздыхании. Это воздыхание, сетывание, жалоба, или сожаление. Несожаление, которое там в одном из словарей написано, именно мольба, как касается мольбы. То есть сетывание. Я хотел бы немножко об этом остановиться более подробно. Ну, мы понимаем, что все мы с вами. Знаете, есть такая пословица в мире. У каждой медали есть две стороны. И так же у нас, людей, есть то, что открыто. Есть то, что мы показываем всегда. Есть то, что мы хотим, чтобы это было явлено. Люди это видели. Люди это оцелили. И это одна сторона, скажем так, медали, или нашей жизни, или нашего естества. А то, что доброе, хорошее, мы всегда стараемся показать. Так же оно и есть, правда? Но мы с вами знаем, что есть то, что мы не хотели бы, чтобы люди видели в нас. Это какие-то несовершенства. Это какие-то вещи или проблемы. О чем было сегодня, сказал передо мной брат, говорил, что с чем-то мы боремся. Какие-то вещи. Какие-то наши несовершенства. Какие-то вещи, которым мы еще не получили свободу. Мы понимаем, что это нехорошо, некрасиво. И мы стараемся их спрятать. Друзья мои, ну, так, наверное, в естестве человека и вложено. Когда молодые люди, они знакомятся друг с другом, и юноша начинает ухаживать за девушкой, да, в этом мире, если взять, то всякая девушка будет показывать добрую, свою лучшую сторону, правда? Она не будет приходить там неряшливая, грязная, мятая, непричесанная. Она не будет приходить, она не будет там кричать или показывать свои какие-то черты характера нехорошие. Она всегда будет показывать, что она добрая, она добрая, она красивая, отзывчивая. И в церкви, также мы в церкви, мы тоже всегда в обществе показываем все доброе, правда? И вот сестры, они бегают, они что-то делают, служат, они там кормят, ухаживают. И молодой человек присмотрел, ой, какая хорошая сестра. Она безотказная, она все делает, она живет в жизни церкви, ну, все хорошо, все хорошо. И когда она, ну, будет, пускай она моей женой. Он там по каким-то параметрам взвесил внутри сердца, да, у него там, как брат тебе говорит, там внутри что-то зашевелилось, и он, все, это она, это просто благословение. И когда она начинает жить совместно, то бывает нередко, а зачастую всегда так и бывает, мы начинаем видеть, или молодой человек начинает видеть другую сторону этой медали, да? И, соответственно, она видит тоже другую сторону, начинает видеть медали. Это то, что мы скрывали, это то, что было не видно, то, что было не видно, а то, что порой мы сами от этого, сами страдаем, или переносим какой-то такой внутренний дискомфорт. Поэтому, друзья мои, друзья мои, так оно и есть. Так вот, Давид говорит, что и, конечно, эти вещи, которые приносят нам воздыхание, мы все с нами знаем, что раздражение это плохо, правда? И когда мы не сохранили себя резко, грубо ответили друг другу, мы потом идем, какое время проходит, мы осознаем, что у нас, мы радостнее от этого? Оно нам воздыхание приносит, оно нам печаль, жалоба, молимся, Господи, опять я не устоял. Это некрасиво, я себя так проявил, и еще люди были, видели, как я себя проявил. И мы все это осознаем, понимаем, Господи, стыдно, но что это делать? И мы воздыхаем, мы мучаемся, и много-много чего, может быть, да, то, что у нас гнетет, мы носим. Но Давид говорит, что и желания мои, и воздыхания мои, то внутреннее, оно все открыто, оно все открыто пред Тобою, Господи, то Бог это видит. И сегодня брат говорил о том, именно, что же теперь нам делать? Ну, что теперь делать? Мы можем сказать, что, ну, так это все нормально, мы таких же нас Бог сотворил, ну, так упускают, и как-то и идет, мы же должны просто нести друг другу, да, когда мы что-то видим в другую сторону, вот, друзья мои. Но сегодня брат говорил о том, что нести крест и следовать за Иисусом, это я уже ему перефразирую, это значит трудиться над собой, это значит расти, это значит приходить к свободам, свободам, это значит нести крест, друзья мои. И вот именно об этом я и хотел бы сегодня немножко поговорить. Вы знаете, вот Давид, Давид говорит такие слова, это 18 глава Псалом, 18 Псалом, 13 и 14 стих. Кто усмотрит погрешности свои? От тайных моих очисти меня, и от умышленных удержи раба твоего, чтобы не возобладали мною. Тогда я буду непорочен и чист от великого развращения. Итак, Давид понимал, что у него есть какие-то вещи тайные, которые они не приносят ему в жизнь благословения, которые могут возобладать и отчасти возобладают. Ведь этот Псалом, который я предыдущий читал, 37-й, начинается с каких слов? Обратите внимание, Давид попал в такую ситуацию, или в такой период, в такое состояние зашел, которое, оно припроблемное. И первое хочу сказать от того, что, знаете, когда мы попадаем в какие-то сложные ситуации, мы начинаем говорить, это потому что жена, она неправильно утром подала, встретила, ответила, и вот поэтому я взорвался, и у нас все пошло. Если бы она так не поступила, было бы все хорошо, и так далее, и так далее, и так далее. Или государство, или еще что-то, мы скажем, да, вот, на соседей, которые, может быть, там, снег нам, лопату лишнюю кинули за нашу полосу, визуально которая, нашу границу. И если бы он так и не сделал, то у меня бы было утро очень хорошее. А так я увидел, и я нарушил сердце. Нам всегда присуще нашему греховному естеству винить во всем других, но не себя. Но Давид, друзья мои, Давид, вначале начинает Псалом 37-й. Это Псалом воспоминания. Господи, не в ярости Твоей обличай меня, и не во гневе Твоем наказывай меня, ибо стрелы Твои вонзились в меня, и рука Твоя тяготеет на мне. Нет целого места в плоти моей от гнева Твоего, нет мира в костях моих от грехов Твоих, ибо беззаконие мои превысили голову мою, как тяжелые бремя тяготели на мне. Смердят на я цераны мои от безумия моего, и согмен, и совсем паник, весь день в сету я хожу, ибо через сла мои полны воспалениями, и нет целого места в плоти моей. Я изнемог и сокрушен чрезмерно, кричу от терзания сердца моего. О чем говорит Давид в этом Псалме? Он понимает свое греховное состояние. Скажем так, он влип, он влип. Какие-то вещи греховное, беззаконие, они выше, они превысили. То есть Давид зашел в какое-то состояние, и он понимает, что это он виновен. Конечно, дальше там он говорит в этом Псалме. Он говорит в Псалме о том, что ближние отвернулись, друзья там встали в стороне, враги ополчились. То есть это та проблема, которая пришла. И он понимает, он не начинает, Господи, ополчились враги, все против меня, помоги мне. Он понимает, почему он попал в это положение. Он начинает эту главу, он начинает этот Псалом. Там написано, он начинает говорить, Господи, это от Тебя. Не в ярости Твоей наказывай меня, обличай меня. Он понимает, что он виновен пред Богом. Ну, друзья мои, и дальше он говорит, пред Тобой все желания мои и воздыхания мои, они пред Тобой, ничего нет сокрытого. Так, друзья мои, ну что делать дальше? Я уже зачитал это местное написание. Давид говорит, Давид понимал, что есть вещи, которые время от времени им возобладают. И он понимал, что это идет к разрухе, к проблеме. Друзья мои, вы знаете, и если он будет укрывать и дальше носить, он не будет иметь в Боге благословения. Конечно, этот Псалом, он оканчивается словами. Не оставь меня, Господи, Боже мой. Не удаляйся от меня. Поспеши на помощь мне, Господи, Спаситель мой. Вот в таком положении. Но он идет куда? Он идет к Богу. Вот он в таком положении. С беззакония выше. Все. Куда он идет? Он идет тому, кто может ему помочь. Он не хранит, он не таится, он не прячется. Вы знаете, а ведь порой мы поступаем именно так. Мы все стараемся прятать. Ну, когда мы стараемся прятать друг от друга, это как бы может быть и правильно. Потому что если чересчурные люди открытые, они могут все-все-все открывать, кому не надо. Они могут открывать свои проблемы, проблемы, несовершенства. Кому надо? Только не пойдут на испытания служителям. А будут заражать, заражать, разносить, разносить. О себе или еще о ком-то, друзья мои. Но это неправильно. Давид знал, куда нужно идти. Так смотрите. У нас есть такой хороший привет. Это книга Ионы, я не буду перечитывать. Книга Ионы. Когда Бог его послал в Неневию, он должен был сказать слово покаяния. Он должен был сказать, произнести суд. Он должен был людей обличить. И Иона что сделал? Он развернулся и пошел в другую совсем сторону, как будто бы можно от лица Божия спрятаться. И я не буду зачитывать те местные описания. Мы помним эту историю, чем она закончилась. Иона оказался во селье Кита три дня и три ночи был. То есть, он оказался, и он сопоставляет и говорит твои молитвы, потом уже там внутри молится. И говорит, наверное, сейчас в таскве все там, что там налипло на него, водоросли и все на свете. И он говорит, моя душа была в Аде. Ну, знаете, я считал и думаю, что нет, это еще не ад. Это всего лишь тревога Кита. Ад будет дальше и намного хуже, правда? Но он говорит, он сопоставляет, он, конечно, тоже в Аде ни разу не был. Но он говорит, что я в Аде. Ну, понятно. Я вообще постарался представить, если, допустим, меня проголтил Кита. Вот я купаюсь в Новой Зеландии, поехал к родственникам, и меня кинут, и я там оказался. Вот, ну, страшно, согласитесь, да? Страшно, ну, все. Наверное, на тому страху можно сразу умереть, да? Вот. Это ситуация сложная. Но очень интересно, друзья мои. Ведь книга начиналась совсем по-другому. Бог повелел ему. И вообще в Божьих планах не было, чтобы Иону поместить в Ачрево Кита. Не было в этом плане. Он ему сказал, ты иди, скажи мое слово, возвести Ниневе, иди, занимайся своими делами. Копай огороды к жене, там, если она у тебя есть, там, да? Кушай виноград, все, живи. Ты исполни то, что я сказал, и делай свои дела. Но все случилось по-другому. Он оказался там, где, по сути, это не должен был быть. Бог его в Нинею посылал, он оказался в Ачреве Кита. Вы знаете, вот так вот бывает, когда мы, люди, бежим от Господа. Мы думаем, что это вообще, в принципе, можно. Друзья мои, и написано, и хорошо, он там написано, я вообще, он возвал. Он там возвал. То есть, получается, по сути, наше естество в этом примере можем видеть. Мы можем идти, пока мы не упремся. Пока мы не упремся. Вот такие есть ситуации. Пока мы не окараемся в нашем положении, что, ну все, Господи, ну дальше некуда. И мы начинаем, Господи, помоги. И Господь что сделал? Господь повелел киту. Он его выплюнул. И он пошел, да, сделал Божье дело, Божье дело. И остался жив. Друзья мои, это очень интересная история. Очень интересная история. Поучительная для нас. А ведь так же в жизни мы бывает, когда мы стараемся сокрыть какие-то вещи. И сокрыть от Господа. Хотя мы, я думаю, что, наверное, никто из вас не сомневается, что все тайное, оно пред Богом явно. Правда? Вот внутри мы промолчали, оно же все равно пред Богом явно. Да? И казалось бы, Господи, ну ты тогда и сам и реши этот вопрос. Вы решите. Ты же для тебя явно. Ты мне просто помоги, освободи и все. Нет. Друзья мои, мы должны воззвать. Мы должны приходить. Мы должны прилагать. И Давид говорит, от тайных моих очисти меня, от беззаконных удержи раба твоего, чтобы не возобладали мною. Это очень важно. Когда мы признаем, когда мы приходим к Господу, то, что Бог начинает нас выводить. Бог эти обстоятельства, этому киту позволяет. Все, все, выпрыни. Сын мой понял. Дочь моя поняла. Все. У нее здесь отложится, что больше так делать не надо. Она обращается ко мне. Она осознала. Она кается. У нее зо. Все. Кит открывает ротик. И она оказывается на воле. Друзья мои. Вот так же в наших ситуациях. Бывает, когда вникают в судьбу людей, в семейное положение или в духовное состояние. Вот по-другому. Другой пример больше не вспоминается. Бывают люди, как будто, как будто, вы знаете, настолько придут какое-то ожесточение. Они идут, идут. Они идут путем разрушения. Они все. Они идут и думают, ну куда еще? Ну куда? Или как у пророка сказано, во что вас еще бить? Вот они идут, идут. И будут идти, пока не вас зовут. Будут идти, пока не упрутся. Будут идти, пока не проглотят какие-то обстоятельства. И ведь, знаете, вот эта жизнь Давида, состояние Давида, она ведь, мы можем сравнить ее с этим примером Ионы. Он попал в ситуацию сложенную. Он же вначале говорит, надо мной тяготеет рука твоя. Скажите, когда мы даже просто поссорились, например, муж с женой, на нас ничего не тяготеет? Тяготеет. Когда мы грубо ответили в церкви друг другу, там вот где-то тесно, да, ну что ты, да, и пошли. Не тяготеет? Тяготеет. Совести тяжело. Стыдно. Тяготеет. Когда мы согрешили, не тяготеет? Тяготеет. И вот, друзья, так вот, друзья, нет другого причины, чтобы избавиться от этого тяготения. Почему? Потому что есть тот Бог, который дает жизнь. Когда мы пришли сюда, написано, мы, будучи мертвы по всем делам, Бог нас оживотворил. Были мертвы, а Бог нас оживотворил. Но мы же не были мертвы. Мы же жили. Ну, скажите, кого Бог оживотворил, когда Он к Нему пришел первый раз? Вы пережили это состояние? Все новое. Новая жизнь. Бог оживотворил. Бог в дух дал новую жизнь. Все новое. Бог оживотворил. Все. Бог, другими словами, Бог с собой теперь имеет дело, контакт. Нить связывает, через которую жизнь идет. И когда мы делаем что-то недоброе, мы согрешаем. Почему тяготит на нас рука? Почему совесть говорит? Почему нам тяжело? Почему нам неохота жить? Почему? Что случилось? А потому что все. Вот это скрепляющее, оно нету. Ведь так написано, написано, да, в Писании. Дух человека переносит немощи его. А пораженный дух, кто может подкрепить его? Дух человека. Не сам по себе дух человека. А пораженный дух это грех. А дух человека, который имеет связь с Богом. Вот Иова пример. Казалось бы, что только не случилось с ним. Жена говорит, да ты уже все, уже похули Бога и умри. И написано. И ни в чем он не согрешил. Он имел жизнь, дух его не сломался. Все вокруг разрушилось. Плоть отваливается, коросты там на нем, все. Но дух, он имел связь. Он не согрешил перед Богом. Дух его был скрепок, сильно. Он не сломался. И это пример для всех нас. Поэтому, друзья мои, жизненные испытания. Нам приходит... Мы живем в этом мире. Нам нужно противостояние это проходить. Но если твой и мой дух, он соединен с Господом, то у тебя лицо преображенное. Даже тяжело. Ты все равно будешь улыбаться. Ты все равно будешь рады. Даже тебе тяжело. Потому что внутри тебе Бог будет питать. Как написано. Проходя долину и плача, они открывают мне источники. Тебя Бог будет питать. И наоборот, если ты понимаешь, что на тебе тяготит Божья рука, а где взять силы? Ведь пока все хорошо. И как сегодня говорил брат передо мной. Пока все хорошо, так и мы идем, и можем играться. Но наступает момент, когда ты должен сделать выбор. Чему ты давал место? Ты находишься в изжиточении. Ты не можешь побороться с обидой. А еще какая-то проблема и так далее, и так далее. И приходит момент, когда тебе нужно сделать выбор. Тебе нужно воззвать. Тебе нужно прийти. Тебе нужно освободиться. Поэтому пускай Господь благословит, друзья мои. Священное Писание говорит, что сердце человека, возможно, немножко что-то не так скажу. Сердце человека знает боль души своей, и в радость его не вмешается другой. Есть вещи, которые внутренние сугубо наши, но Бог их видит. Может быть, не видит брат, сестра, сват, жена. Хотя, конечно, когда мы живем, мы все равно видим даже по лицу, в каком мы состоянии. Мне жена всегда говорит, что я опять тени сделаю, что ты такой ходишь хмурый. Я говорю, да нет, все нормально. Ну, а сам борюсь там с чем-то, да, с обидой или что-то там. Борюсь, надо же любить, покрывать, не только проповедовать красиво в церкви. Вот, знаете. А она говорит, нет, я вижу, у тебя лицо не такое, как вчера было. Вот, то есть, да, мы видим, мы видим все равно, что, да, все, что у нас. Или мы в хорошем состоянии, а это мы тоже видим. Хотя от кого-то, может быть, можно сокрыть, с кем мы не живем, да, подальше от нас. Мы можем сказать, как у друга бывает. Спрашивают человека, как дела, брат или сестра, все хорошо, все хорошо. А сам церкви нет, на служениях нет, в вечере не участвовать несколько лет, все хорошо, все нормально. Дома разруха, отношения не выстраиваются, проблема, а все хорошо, все нормально. Друзья мои, ну, друг перед другом мы можем так сказать, можем сказать, а как перед Богом? И почему Бог не вмешивается в эту ситуацию и вдруг нас не выводит из этого чрева кита? Да потому что нам надо воззвать. Нам нужно сказать, Господи, все, я понял, это я виноват. Это мои грехи, не она, не он, а вот не соседи. Это моя проблема. Я согрешил, я виноват, я обиделся, я ожесточился, я перестал молиться, я перестал читать Слово Божие. Меня ничего не манит, мне ничего не интересно. Это я виноват, мои грехи выше моей головы. Тогда приходит помощь, и Бог говорит, все, сын, киту говорит, все, выплюньте его. Сын осознал, пошел процесс дальше восстановления. Слава Господу. Допускай нас Господь благословит. Я не хотел никого ранить, я не хотел никого огорчить. Я хотел сказать о том, друзья мои, что жизнь, Бог, нам нужно нести свой крест, сегодня было сказано. А это именно и есть идти в свой крест. Это когда ты спотнулся подыматься, это согрешил каяться, это анализировать, это выбирать, это наступать на свое я, другого пути просто нет. Если ты хочешь расти, если мы хотим получить венец бессмертия, другого пути просто нет. Друзья мои, нам охота видеть чудеса и знамения. Но один из проповедников сказал, я не знаю большего чуда, говорят, сейчас нет чудес. Я не знаю большего чуда, когда люди при явлении такой благодати остаются черствами. Это тоже какое-то чудо своего рода, да? Друзья мои, поэтому Бог все сделал для тебя и меня, чтобы мы в нем сегодня подымались, чтобы мы в нем сегодня находили силу, чтобы мы приходили к нему, мы не ждали, когда нас кит проглотит. Мы не ждали, когда мы там начнем уже все, у нас уже почти жизни нет. Друзья мои, чтобы мы восстанавливали свое духовное состояние, потому что Он есть лучший друг, Он тебя любит, Он это доказал, сегодня об этом говорили, Он отдал на кресте свою жизнь, чтобы сегодня ты и я, мы в нем находили силы подыматься, стоять, побеждать, славить имя Господа, идти путем, который приведет нас к славному венцу вечной жизни. Аминь. Будем молиться.